МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельская область з'является лидером жнива. Завершена третья частка уборочных работ. На молот сбожа свыше 300 тысяч тонн, складая коля половы от догульно-республиканского каравая. А май что день на палетках з'являются новые комбайнеры и водители-тысячники. У Хойницкий-Меречицким районах передовиков со значными працованными досягнениями веншовал министр сельской господарки и харчаванни Республики Беларусь Леонид Заяц. Дмитрий Котов с подробязностями. На палетках к суп Суткова часовой перепынок. И звязаный он с приемной падеей. Экипаж Леонида Краученки и Яугена Суденки в первом у Хойницким районе намолотил тысячу тонн сбожа. Даречи на ичинном комбайне GS-12-18 в творчестве Гомсельмаша. По гэтым показчику механизаторы першие и на Гомельщине. Для Леонида Краученки гэтая уборочная пятая, а возле напарника першая у житти. И одразу таки удалый выник. Это моя первая уборочная. И тут получилось, что сразу тысяча. В принципе, работать тяжело, скажем так. Но стремимся. Хорошо, что есть такой опытный наставник. Помогает, направляет и подсказывает. Веншують передовиков и в соседнем Реческим районе у Калгасе 50 год Кострышника. Министр сельской господарки и харчевания Леонид Заяц особисто выказывая подяку кожному и раять не сменьшать обороты. Далее уручение подарунков и выступления мясцового коллективу самодейности. Особливо урочистым моментом стало уручение министерской грамоты керевнику Калгаса Рыгору Шпакову. Этот человек – соправдная легенда. На своей посаде находится уже 48 годов. За шмотгодовую работу отримал немало узнагород. И говорит, и они завсёду натхняют на новые поспехи. Конечно, я получаю очень большое удовлетворение. И мне, несмотря на свой возраст, хочется ещё работать с людьми. Ну почему? Потому что я людей люблю. Люди добирают мне. Значит, и у нас получается. Значит, в нашем хозяйстве. На темпах всёлетней уборочной крыху сказывается изменливая надворья. Некольки дён в многих районах нашей краины и шли омаль без перопынные дожджи. Однако в изначальном уборотьбе заураджаи это стать не повинно. Есть определённая стратегия и тактика уборки зерновых культур. Поэтому делаем, в большом счёту, всё для того, чтобы убрать сегодня, в первую очередь, полёглый хлеб, который необходимо качественно поднять, обмолотить, не допустить потерь. В течение 19-20 дней мы должны убрать полностью весь хлеб. Пакуль перший по темпах работ господарки Гомельщины. Тут убрано больше, как треть площадь и намолочено свыше 300 тысяч тонн сборжа. Есть усе подставы мерковать, что сё летний урожай будет лепше за минулогодний. Средняя урожайность зараз по краине складает 32,5 центнеры с гектара, что на 4,5 больше, чем летость. Нам необходимо не просто убрать, а убрать и обеспечить заготовку. Заготовку государственной резервы в объёме миллион сто тысяч тонн. Это пшеница, рожь, крупяные, другие культуры, чтобы обеспечить, безусловно, полный достаток. Именно в продукции хлебопечения, в макаронных изделиях населения нашей республики сформировать экспортный потенциал для реализации на рынке третьих стран. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Хонецкого и Решицкого районов. Рынок агротуристичных послуг Гомельского региона мае перспективы для поширения. Такого меркования притримливаются мясцовые улады. У этой дни в районах в области проходят встречи представников державных структур, бизнесменов и всех, кто цикавится развитием агротуризма. Настасия Кучинская расскажет больше подробязно. Гомельская область сейчас переживает другую хвалю интереса к агротуризму. Для одних это выдатная максимумность относительно данного отпочинка, для других не самая складная от бизнеса. За минулый год у агросадеба Гомельского региона отпочили 27 тысяч человек. Прикладнопалова с их туристы с замяжей. Як означает на сустрече у Гомельским рай в Канкаме, начальник областного управления спорту и туризму Дянис Язерский, зараз есть подставы различовать, что эти вещи будут повеличиваться. Тому же хара у региона зараз есть машина заявить про себя на рынку агротуристичных послуг. Тому, что регистрация агросадебы довольно простая процедура. Необходимо обратиться в местные исполкомы, в местные сельсоветы, написать заявление и раз в год отчитаться в налоговую инспекцию о проделанной работе. Можно, в принципе, бизнес этот строить своими руками и работать на своей земле. Сустреча по перспективах развития агротуризма прошла и в Мазырском районе. Тут до уделу так само запросили грамадян, які стоять на улику в центрах занятості. Специалисты еще раз подкресливают, открытие агросадебы для людей, у которых есть приватный дом, не складанный процесс. Как покрыть выдатки на его подрыхтовку до приема наведывальников, можно отримать допомогу от державы, взять банковский кредит с низкой процентной ставкой, а отримать субсидию, звернувшись в центр занятості. Для жителей города, городской регистрації, выделяется 11 бюджетов для сельского населения, 15 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день в недоминированных суммах это составляет 25 млн 491 тыс. или 2541 рубль. 11 бюджетов – это 1869 рублей 34 копейки. Зараз у Гомельской области працює каля 200 агросадеб, і на думку спеціалиста, у нам єсть куды расти. Наприклад, на Витебщині месо для такого заградного отпочинку амалю два разы больш. При гэтым поток туристов у нашім регіоне шильнейші. Так што месо на гэтым бізнес-рынку пакуй застаюцца. Настасія Кучынська, Ігор Марышенко, АТВ, Радио Кампанія «Гомель». В управлінні внутрінніх справ гомельського облыканкам які мають судімаць. Правоохіднікі означають і поміншення колькості розбою, каліганство, крадя жоу аутотранспорту. З улікам оперативной обстановки задача на другое паугодзе – розкрытие тяжких і особливо тяжких злочинствів, повышення фіктивності боротьби з незаконним оборотом наркотиків і якості профилактичній роботи. Можемо ми сказати сьогодні, що імеємо хороші в цілому результаты оперативно-службової діяльності. Ряд тех моментів, де вони недоработані і определі. Імеємо положительну динамику також в оцінці общественного мнення по доверію населению. Поэтому всі ці скрыті наші проблеми, які существують, ми пастаянно їх зарабатываем і сьогодні окончательно дадім оцінку. Сьогодні в Беларусі означається День пожарной служби. Історія гэтай структуры у нашім регіоні налічує амаль 120 годів. Зараз Гомельське обласне управління по надзвичайних ситуаціях з'являється одним з самых буйних гарнізонів Україні як по колькості супраційників, так і по оснащенній технікай. Яго колектив здольна виконуваць увесь спектр аварийно-варатавальних робот. Гэта ліквідація пожара, уваратавання потерпелых, розбір завалів, нейтралізація отрутних речів і шмат інших. Позніження колькості надзвичайних ситуацій і гибели на їх людей Гомельське подраздеління сьогодні займає другое місце після Мінська. Дякую всім суб'єктам профилактики, органам власти за те, що помогаєте нам в нашому нелегкому делі. І хотілося б сказати спасибо всім нашим роботникам, наших органів і подразделінням по чрезвичайних ситуаціях за їх нелегкий труд. На нашій роботі може бути людина, тільки працювати своєму делу. І я горжусь, що мене довелось возглавити і возглавляти наше обласне управління і органам і подраздеління по чрезвичайним ситуаціям. С праздником вас! З нагоди святкавання дня пожарной служби на площі каля лядового палацца агнеборцы провели парад техніки і показальні выступлень нелепших супраційнікаў службы. Для жихароў і гостей Гомеля была організована насыцчаная забавляльная программа. Каля лядового палацца усе жадаючі змаглі ознайоміцца з технікой і амуніцією, які сёні знаходяться в арсеналі Гомельського обласного управління МНС. Так само присутныя ознайоміліся з дзейнастю кіналагічныя службы, убачылі выступленьі выратавальнікаў-вышыннікаў і узвода гоноровай варты Гомельського інженернаг інстытута МНС. Деці отрымалі макчымасць на некалькі хвілі надшуць сябе выратавальніками. Прымерыць спецыяльную форму і пасядзець за штурвалам сапраудной пажарной машыны альбозда памогай шланга пазмагацца з умовным пажарам. А крамя гэта гарабятам былі пропанаваны цікаві конкурсы і викторыны. У мене че тудатся, я ходял в комнату з дымом, борьбал і зажанка з водой, і катался на пажарной машыне, і хочу далі цим займацца. Він дуже приємно, коли гості нашого міста приходять зі своїми дітьми. Дітям тут дуже нравится, вони смотрюють на нашу пожарну техніку, грають з собаками, генологічні служби. І тим самим, можливо, ми зможемо привити дітям любовь к такому благородному делу, спасання людей. І, можливо, в дальнішем це наші будучі спасателі і защітники нашої країни. У Гомілі пройшла громадзянська патриотична акція «Майой країні». Ей організаторами выступіли актівісты обласного комітета громадських об'єднання «Беларускій республіканський саюз молоді». Гомільчані і гості обласного центра стали світками міні-концерта, на якім у живым виконанні гучалі патриотичні пісні. Так само прохожі могли пакінути тут свій підпис у підтримку потенціяльних кандидатів у депутатів Палаты представників Национального сходу Республіки Беларусь. Акція «Майой країні» в черговий раз підкресліла – сучасні молоді люди притримлюються актівної громадзянської позіції. Я нынє обияковують до таких знакових політичних падзей у житті нашої країни, як вибори. Настоячий депутат должен быть честним і відкритим в першу чергу для свого народу. Думати о своєм избирателі і вообще, в принципі, о народі, на каторому он говенствует. Це в першу чергу должно быть і нема. До інших тем. В'ядуча новукова проектна організація, спеціалізований будівник міжнародних аузроўню, більш за 10 мільярдів недамінованых рублів інвістицій і 6 місяців робот. Пасля реконструкції у Гомілі відкрилася аутозаправочна станція витворчих об'єднання «Беларусь-нафта» «Гомілі Аблнафтопродукт». Рост – слово, характеризующее прогресс, развитие. А еще это название фирменного стиля объединения «Беларусь-нефть». В развитие АЗС на улице Иногородній вложили более полумиллиона долларов США. И теперь с нетерпением ждут возвращения прежних и появления новых клиентов. В конечном итоге и автозаправочный комплекс, и станции «Автогаза», и магазин с широким выбором автохимии, напитков и продуктов – это вложение в покупателя. Рост сервиса здесь очевидно. Качество – неотъемлемая часть имиджа «Гомілі Аблнефтепродукта» все последние десятилетия. «Сегодня мы открываем замечательный объект после реконструкции, проведенный большого капитального ремонта. Этот объект предначально был построен в 1999 году. И спустя большой промежуток времени было принято решение о его реконструкции для того, чтобы создать его более удобным для наших покупателей». Новая станция на Иногородній заправочная во всех смыслах – кофе, фастфуд, автохимия и, разумеется, топливо. Все высокого качества и по самым выгодным условиям. Специальная программа для держателей накопительных карт «Беларусьнефть» – это не только скидки, но и розыгрыш ценных призов – от современного автомобиля до тура в Европу на «Октоберфест». А скидки здесь практически на все. Особенно привлекатели «Нафтогаз». Его отпускают с дисконтом в 10%. «Что касается топлива, на данной заправке будут реализованы два вида автомобильных бензинов – дизельное топливо. Зимой будет присутствовать дизельное топливо «Арктика». Плюс на данной заправке присутствует наш газовый модуль и осуществлена реализация ПБА». Рост – это и фирменный стиль развития сети АЗС. Этот объект стал подарком не только для покупателей, но и для всего города. В планах появление модулей зарядки электрокаров и дополнительных сервисных услуг. Но главным и неизменным условием работы остается качество топлива. Как-никак, народная марка – сеть АЗС номер один Беларуси. Стратегия «Беларусьнефти» на розничном рынке состоит в том, чтобы все-таки обновлять производственные мощности и вводить новые объекты в замену тем старым, которые уже отслужили свое, потому что новые объекты – это новый уровень качества услуг. «В целом же сегодня вся стратегия объединения направлена прежде всего на сохранение качества нефтепродуктов». Виталий Долгий, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Выглядели ранешний информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова